Научно-практическая конференция «Берестейский мир» собрала дипломатов, краеведов, историков, исследователей, искусствоведов и писателей из Беларуси и Украины, чтобы еще раз вернуться к событиям столетней давности. Все мероприятия, предшествовавшие подписанию сепаратного мирного договора в марте 1918 года в Брест-Литовске, до сих пор неоднозначно трактуются историками. Он состоит из нескольких этапов, каждый из которых достоин крупных таких научных мероприятий, как Брестское перемирие, Брестские переговоры, один мир, который в украинской историографии известен как Берестейский и, собственно говоря, мартовский еще договор. Так что это целый ряд важных событий, очень напряженных, острых дискуссий, многие из которых не теряют актуальности до сегодняшнего дня. Подписание 9 февраля 1918 года первого Брестского мира, или, как его называют в Украине, Берестейского, стало для наших соседей признанием Украины как суверенной державы. В Украине открыто достаточно много материалов, которые раньше считывались засекреченными. И чем глубже порынаешь историю, тем больше информации для себя признаешь. Так кратилось, что период становления сегодняшнего политического ведомства в Украине был напрямую провязан и с подготовкой до подписания Брестского мирного договора между Украинской народной республикой и державами Четвертого Союза. Брестский мир 1918 года стал одним из наиболее значительных событий в истории Европы, России и Беларуси начала 20 века. И все события сепаратных переговоров, которые начались в ноябре 1917 с перемирия и закончились подписанием договора о мире в марте 1918 года, серьезно повлияли на европейскую политику. Первый и второй Брестский мир, они были продуктом такого общего переговорного процесса в Бресте. Они были как бы неотъемлемыми составными звеньями общей цепи. И так получилось, что в определенном смысле как раз мир 9 февраля, он был инициативой. Европейские исследователи по-разному трактуют итоги Берестейского мира. Ясно одно, с каждым годом белых пятен в истории становится меньше. Давая странам больше возможностей для изучения собственного прошлого.